Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о подготовке почвы под чеснок. Почему-то многие огородники поступают очень неправильно. Скопали сегодня градку и сразу же садят чеснок. А что происходит в дальнейшем? А в дальнейшем происходит вот что. Земля начинает оседать, причем земля оседает неравномерно. И нашего чеснока что получается? Отрываются корни. То, что как бы росло, отрывается. Или наш чеснок может оказаться вообще на поверхности. То есть они будут на разной глубине. Земля оседает неравномерно. Поэтому чесночинки и зубки оказываются на разной глубине. И соответственно весной мы пожинаем, что одни вылезли. Вторые что сходят. А третьи что потом через месяц зайдут. А это все из-за того, что у нас разная глубина. Если вы обращали внимание на производстве, там немного не так. Там высеваются как бы любые зернышки. Там чесночины все могут посадиться. Но сзади идут катки. Идут катки, которые прикатывают почву. То есть они почву уплотняют. И все высшее получается на одной глубине. За счет этого и получаются дружные сходы. А мы в своей практике как бы об этом забываем. Поэтому готовим почву. Чтобы у нас произошла естественно усадка почвы. И соответственно наша почва была готова для посадки чеснока. Ну по сроках я уже рассказывал в своих многих роликах. Вы это увидели. Кто следовал советам ранней посадки чеснока, имеет хорошие результаты. Ну кого-то они конечно не переубедили. Они высаживают как и садили. Перед замерзанием почвы. Ну это их не дело. Экспериментировать надо. А они этого не хотят. Ну что будет исключать подготовка почвы для чеснока. Ну во-первых выбираем для чеснока место для зимого. Если мы летний чеснок садим на пониженных местах, то зимний ни в коем случае. Почему? Потому что зимой если застаиваться будет вода, значит наш чеснок просто-напросто весь вымокнет и погибнет. Поэтому для чеснока зимого мы выбираем возвышенные места. Но тоже время такие места, где зимой будет лежать снег. Где он не будет сдуваться. Самые высокие места, где снег сдувается, нам также не подойдут. Это раз. Подобрали места. Значит что он любит? Он любит легкосуглинистые почвы. Глодородные. Если почва у нас легкопесчаная, значит мы ее будем улучшать. Будем улучшать внесением пирогноя. Хотя легкосуглинистый пирогной тоже добавлятся для чеснока. Если почва тяжелая, глинистая, значит нам надо будет в родочке добавлять песок. Чтобы был какой-то дренаж для наших зубчиков чеснока. Конечно на производстве такое не сделаешь. Там же что-то идет на гектары. А в домашних кустовях это сделается и это приветствуется. Что мы будем делать? Значит мы сразу подберем предшественники. Место подобрали. Место для зимого чеснока должно быть солнечное, освещенное целый день. Если будет место не солнечное, будет тень. Значит о большом урожае можно только мечтать. В тени озимый чеснок растет очень плохо и больших луковиц он уже не даст. Даже если у вас будет хорошо заправлена почва. И между радами будут там правильно сделаны. И между радами расстояние. И между зубками. Все будет учтено. Но тень сразу наполовину снижит урожайность ваших растений. Ну значит для чеснока что подходит? Для него подходят в качестве предшественников ранний картофель, ранняя капуста, бобовые культуры, зеленые культуры. Вот эта группа растений подходит для нашего чеснока. Не забываем, что чеснок все-таки культура, которая любит покушать. Поэтому обязательно внесение под чеснок органических удобрений. Вносим органические удобрения. Примерно ведро на 1 метр квадратный. Но не забываем также, что чеснок у нас прорастает в зубки когда? Осенью. И еще в осенне-зимний период они требуют питания. Навоз и пирогной будут недоступны в условиях таких уже пониженных температур. А вот минеральные удобрения помогут чесноку набрать сил. Укрепиться и дождаться весны. Поэтому будем также вносить где-то 40-50 грамм на метр квадратный сложного минерального удобрения. Также я очень бы советовал бы, кроме сложного минерального удобрения, внести в почву, добавить циолин профит. Что она даст циолин? Циолин будет удерживать минеральное удобрение в зимний период. Он впитывать будет, не будет давать, чтобы они вымывались туда, вглубь почвы. Ну и создаст хорошие условия для развития бактерий, которые там находятся в циолине. И весной эти бактерии пробудятся и обеспечат нам хороший рост чеснока. Но технология сама подготовки почвы для чеснок, конечно, самая обыкновенная, традиционная. Которую я уже управляю много лет и всегда получаю хорошие результаты. В чем она будет заключаться? Технология заключается в том, что мы берем, значит, эту почву освобождаем от сорняков. Закапывать сорняки в почву я тоже не сильно рекомендую, потому что сорняки после картофеля, капусты могут быть семенами. А раз они будут семенами, значит, кроме пользы, мы насытим почву и что семенами сорных растений, которых и так в ней предостаточно. Рассыпаем перегной, рассыпаем минеральное удобрение и запоминаем, что наш чеснок, любой чеснок и лук, в частности, тоже очень любят известкование почвы. Поэтому не забываем, можем точно так же сразу унести доломитовую муку. Унесли доломитовую муку, распылили по поверхности, перегной и доломитовая мука, они как бы нормально взаимодействуют друг с другом. Потер азота не бывает. И после этого заделываем, заделываем почву. Глубоко заделывать не надо, глубина заделки где-то меньше штыка лопаты. Штык лопаты где-то 25-30 сантиметров. У чеснока система корневая так сильно не располагается, ему достаточно 20 сантиметров. Поэтому так вот статчно перемешиваем. Что нам дает перекопка почвы? Потому что после тех же картофеля, капусты, на земле могут быть какие-то возбудители болезней. А перекопка дает нам, что возбудители мы хороним как бы на дно посадочной нашей храдки. И они уже не вредят нашей следующей культуре. Но обязательно знайте, что как можно вернуть чеснок после чеснока или лука. Чеснок по чесноку или лук по луку могут идти не ранее, чем через 4 года. То есть 4 года прошло, как возбудился чеснок. Значит, только на 5-й год вы можете на этом месте опять разбивать храдку. Если будете пренебрагать этим правилам, значит, что происходит? А все очень просто. Почти накапливаются болезни, почти накапливаются возбудители. За этот срок они как бы погибают от недостатка питания. Нет питания, они погибают. Посадили вы чеснок, они дают бурную вспышку, они прорастают. И ваш чеснок опять же будет повреждаться болезнями, повреждаться вредителями. То есть вы сами себе создаете уже угрозу урожаю. Ваш урожай будет снижаться и, соответственно, качество урожая будет гораздо ниже. Поэтому запоминайте, что только на 5-й год после чеснока или лука мы посадим эти растения. Я думаю, что место можно найти на участке. Почему? Потому что мы чеснок садим в как бы не таком большом количестве. Мы не садим там десятками, или 5 соток, или 6 соток. Мы столько не садим. Мы садим гораздо меньше. Меньших объемов. Поэтому место можно найти на градках. Ну и градки тоже. Кроме того, что мы уничтожили, тоже смотрим, чтобы они были хорошо заправлены, были плодородные градки. На пустой земле, даже при заправке хорошей органикой, крупный чеснок никогда не вырастет. Культура требовательна. И тем более, что ее период питания как бы приходится как раз. Вот осенне, ранне-весенний период. Потому что уже в июне месяце чеснок заканчивает свой рост. Поэтому он берет из почвы все, что может, и уже начинает формировать луковицу. Если хорошая заправка почвы, значит будет и хорошая луковица. Так что запоминайте. Еще раз повторюсь. Для чего мы готовим почву так рано? Для того, чтобы почва осела. И все зубки у нас в дальнейшем были на одной глубине посадки. И, соответственно, дали нам дружные всходы весной. Так что не поленитесь. Делайте эту работу сейчас. Когда только начинается уборка урожая. И вы будете в конце сентябра, начале октябра, вы будете с удовольствием заниматься просто посадкой картофелем. И иметь удовольствие от этой работы. Если вам понравился наш ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал про цветок. Заходите в наши магазины. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok